Чеканный шаг, оточенность движений и выправка, как у настоящих военных. Хотя они совсем юные, но уже понимают, быть защитником – это и долг, и почетная обязанность, и большая ответственность. Почти семь десятков мальчишек и девчонок из 12 районов области целую неделю постигали азы начальной военной подготовки на базе учебно-методического центра «Авангард». Здесь состоялся слет участников детских патриотических движений. Название мероприятия четко выражает его суть. Мы хотим быть достойны героев. У нас все по распорядку. Подъем, завтрак, зарядка обязательно, построение, утренняя и вечерняя поверка, подъем, спуск флагов. Насколько это возможно в данных условиях, мы попытались все-таки армейский распорядок соблюдать. Но дети есть дети, поэтому во второй половине дня у нас такие творческие мероприятия, тоже военно-патриотической направленности, где дети могут и спеть, и станцевать. Но сегодня им не до танцев. В завершающий день слета ребята демонстрируют все навыки, которые получили в течение семи дней. Для того, чтобы они смогли ощутить себя настоящими бойцами, им создали обстановку, максимально приближенную к боевой. Каким должен быть настоящий солдат? Современный боец прежде всего правильно мыслит. Он умеет пользоваться приемами тактики и стратегией ведения боя, знает способы маскировки, хорошо владеет оружием. Чтобы свои знания ребята смогли применить на практике, их разбили на команды-взводы. Каждая группа по очереди проходит все этапы. Перед началом – инструктаж. Ползком. Группа прикрытия тоже самое. Прикрывает автоматом. Группа эвакуации медики непосредственно подползает, задымляет перед пространство. Штурмовая группа, которая там прикрывает гранатой. И надо поразить, вот видите, три стоят конуса. Надо будет туда гранату кинуть. И, соответственно, под прикрытием дымов надо будет аккуратно отходить. Одно из направлений обучения – оказание навыков первой медицинской помощи. Но спасение раненых – это не только умение перевязать травмированную конечность, остановить кровь и обезболить. Прежде всего пострадавшего нужно вывести из зоны обстрела. Иногда это приходится делать под огнем противника. Тут очень важно чувство команды, поддержка и прикрытие. Эту часть работы сегодня и выполнял Мирали Махмудов, юнормеец со стажем. Моя задача заключалась в том, что я должен был прикрывать медиков и раненых. Сначала я выбираю зону, где можно засесть и поджидаю момент, чтобы выстрелить либо кинуть гранату. Несмотря на то, что выстрелы и взрывы всего лишь имитации, ребята признаются – им было немного страшно. Чтобы отработать четкость действий и преодолеть страх в настоящем бою, для участников провели зонирование по уровню опасности. Изначально человек находится в красной зоне. Спрашиваем, что у него болит, может ли он сам изначально доползти. Если не может, мы ползем к нему, делаем самую первую помощь – это остановка кровотечения. После этого мы его перетаскиваем в желтую зону. В желтой зоне уже останавливаем кровотечение. Проверяем также. После этого эвакуируем в зеленую зону. И еще один момент, который сегодня отрабатывают ребята – это умение наладить быт в полевых условиях. О том, насколько это важно, узнали за эту неделю из первых уст. Учитывая опыт участия в специальной военной операции многих военнослужащих, по такой обратной связи было выяснено, что в основном самые большие проблемы кроются именно в стрессоустойчивости и наличии навыков выживания в дикой природе. Поэтому в наших сменах мы делаем упор именно на туристическую, альпинистскую подготовку. Ну и в целом развиваем, ну так скажем, туризм. Ну туризм в данном случае как военно-прикладной вид спорта. Настоящий солдат – это и хороший повар, как говорится, умеющий сварить кашу из топора. И отличный хозяин, знающий, как обустроить место для привала где угодно. Будь то берег реки или густой лес, юным бойцам для начала необходимо разбить палаточный лагерь. Задача у них поставить палатку, приготовить кострище, в общем приготовить лагерь для ночевки, там проживания, долговременного, кратковременного. В принципе, справляются хорошо, занятия прошли не зря, ребята впитывали как губку все, поэтому пока все нормально. Ну так, видимые ошибки были какие-то? Да, есть небольшие еще недочеты, но в основном процентов 90 в принципе не умели этого делать до приезда сюда, то есть не умели ставить палатку, правильно развести костер, поэтому я считаю это нормально. Такие мероприятия дают детям не только азы военной подготовки, но и реальное представление о будущей взрослой жизни. Ведь умение не растеряться в сложной ситуации, так же, как оказать первую медицинскую помощь, всегда пригодится. В сегодняшних тренировках был и соревновательный момент, впрочем, как и в течение всего слета. Между взводами велась турнирная таблица, где записывались результаты успехов в военно-прикладных и спортивных дисциплинах, а также творческих мероприятиях. Но определить победителя не главное. Основная цель – научить ребят быть ответственными за своих близких, сильными и мужественными. И это получилось.